В бизнесе нет универсальных рецептов, но есть люди, которые создают, развивают и несут персональную ответственность за свое дело. Мой собеседник сегодня начал свое дело в 1991 году, когда из НИИ на основе НИИ основал частную компанию. Кандидат технических наук, человек, который знает все о трубах, по которым к нам в дом приходит вода, газ и тепло. Итак, Мирон Гриловский, основатель и генеральный директор компании «Полипластик». Здравствуйте. Сначала блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Я думаю, компетентность и отношение к людям. Если спортивный болеющий, за кого болеете? Не болею. Люблю сам заниматься некоторыми видами спорта, как бадминтон, теннис большой, настольный теннис. Ну и эти же виды спорта буду смотреть по телевидению, но ни за кого не болею. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы порекомендовать? В последнее время как-то не очень удается читать книги, при этом удается слушать довольно много, поэтому я бы скорее предлагал бы не книги, а какие-то лекции. Вот, очень познавательно лекции Стива Джоба, и мне очень нравятся лекции Кахи Мендукидзе, который был моим первым руководителем коммерческим когда-то. Вот, и я очень его уважаю до сих пор, и его лекции, они тоже производят очень такое правильное впечатление с точки зрения понимания направления бизнеса. Деньги любите? Не люблю вообще, но считаю, что это некое... нельзя любить некое мерило, это просто мерило чего-то, и все. Его нельзя любить, нельзя не любить, это просто цифра или цифры, поэтому нет, не люблю. Умеете признавать ошибки и извиняться? Извиняться умею и очень люблю, признавать ошибки. Если это правда ошибка, то, конечно, признаю, но вот как бы понять, что это ошибка, это не просто бывает. По вашему мнению, работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Я считаю, что вполне можно, даже нужно. У меня довольно много друзей в нашем бизнесе, друзей разных, и школьных, и институтских, и я не испытываю никаких проблем, работая с ними в одном бизнесе. Кем вы хотели стать в детстве? В раннем детстве, честно говоря, не помню. Вот совсем раннем, а где-то лет, наверное, 7-8 хотел стать путешественником, начитавший Жюль Верна, и вот фантастов разных, и Фремвос, и прочее. В общем, тогда очень хотелось вот это все увидеть своими глазами. Как вы считаете, в бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Я не делаю никакого различия между мужчинами и женщинами в бизнесе, которым я занимаюсь. Я его не вижу совершенно. Может быть, где-то есть, но для меня нет. Назовите, пожалуйста, 5 слов, которые характеризуют вашу жизнь. Работа, труба, семья, спорт, путешествия. Отлично. Теперь по существу. Начну с нескольких фактов, которые, в принципе, общеизвестны. Если что, вы меня подкорректируете. Сегодня это диверсифицированная компания. Крупнейший российский производитель композитных материалов и полимерных труб. Основано в 1991 году. В 1995 началось производство самих полимерных труб. В марте 2013 года компания приобрела крупнейшего британского производителя газовых и водяных полимерных труб. Группа включает 15 заводов на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. А также один из самых оснащенных научно-исследовательских центров в области композитных материалов и полимерных труб. Ежегодный объем выпуска продукции более 200 тысяч тонн. Около 300. Около 300. А с 2013 года компания работает на европейском рынке и имеет предприятие в Европе. Практически все верно. Я думаю, что в целом все верно. Можно как-то это раскрывать или уточнить, но в целом все это верно. Вы не раз говорили, что в России, когда начинали в 1995 году, полимерные трубы были более чем экзотикой. То есть об их существовании и применении практически никто не верил. А сейчас, наоборот, уже этот рынок достаточно развитый. И опять же, из данных компаний порядка 60% рынка труб газопроводов это полиэтиленовые. Абсолютно верно. В Европе там какой-то еще больше показатель. 90-95%. Если мы поговорим вообще о рынке этих полиэтиленовых труб по сегментам, то как он сегодня в России представлен? Рынок полимерных труб, в России в первую очередь полиэтиленовых труб, мы сейчас говорим о рынке инфраструктуры. То есть не то, что внутри дома, а то, что вне дома. Это то, чем мы как раз занимаемся. Это реально как раз трубы для газораспределения, трубы для водоснабжения, для канализации и для теплоснабжения. Тепло, горячая вода в данном случае это одно и то же. Поэтому можно разделить на такие вот, либо на два крупных сегмента. Это газ, на три даже. Газ, вода, канализация и тепло. Либо на четыре, как я уже сказал. Вот, в принципе, все эти сегменты, они очень хороши в полимерных материалах, в первую очередь в полиэтилене. И активно очень развиваются как на Западе, так и, так сказать, в России развивались очень активно последние вот эти вот 15-20 лет. Для вас, для компании и производителя, и продавца, какое соотношение в портфеле? Мы вообще-то производим, мы продаем то, что мы производим. Мы исключительно комплектуем какие-то свои системы, иногда импортными, иногда российскими, другими фитингами или какими-то аксессуарами, так сказать, или сварочными машинами, например. Поэтому практически мы, так сказать, вот именно компания-производитель, который продает свой товар, так сказать, с учетом каких-то дополнительных комплектующих. Да, я имела в виду по соотношению газ, вода, тепло. А, в этом плане. Я думаю, что газы примерно, если говорить только про трубы, дело в том, что у нас же и трубы, и композиционные материалы, и, соответственно, типовые трубы, они выделены в отдельный сегмент. Я думаю, что, смотрите, как у нас композиционных материалов примерно там на 5 миллиардов, чуть больше, это по прошлому году. Значит, труб, наверное, где-то миллиардов на 20-25 приблизительно, обычно это вода-канализация, и тепла миллиарды на 3,5-4, примерно вот так. То есть вот по сегментам, так сказать, а газ занимает 20-25% среди, вот, если брать газ, вода и канализация. Вот поэтому основное, конечно, вода-канализация. И вода, в целом, вот напорная вода, это, конечно, такой основной сегмент, наверное, занимающий в трубах процентов 40-45, как минимум. Дальше газ, канализация и тепло. А насколько большая в России конкуренция в этом сегменте? Конкуренция огромная, конкуренция очень большая, потому что в действительности в России находится больше 150 заводов и заводиков, производящих кто-то полимерные трубы, а кто-то продолговатый предмет с дыркой внутри, как мы это называем, потому что очень много сарайных заводиков, которые, в общем, производят что-то, что дискредитирует часто название полимерная труба или поликлиновая труба. Но в целом, если говорить о установленном оборудовании, то его на сегодня в 3,5-4 раза больше, чем мощность необходимая для удовлетворения сегодняшних платежеспособных потребностей рынка. Поэтому конкуренция, конечно, огромная. Но среди всех этих производителей реально можно назвать по пальцам одной, но максимум двух рук реальных производителей, соблюдающих все правила, производящих качественную трубу из сертифицированных материалов и прочее. Они, конечно, между собой довольно серьезно конкурируют. Тем более в сегодняшнем рынке, который несколько припал по отношению к тому, что было пару лет назад. А сейчас рынок продавца или покупателя? Рынок, вот наш рынок полимерных труб практически никогда не был рынком продавца. Он всегда был рынком покупателя. Поскольку все время предложение превышало платежеспособный спрос с точки зрения именно труб. С точки зрения сырья для труб, к сожалению, это чистый рынок продавца. У нас бешеный дефицит сырья для производства труб, поэтому мы живем с одной стороны. Мы сдавлены между рынком покупателя со стороны труб и рынком продавца со стороны сырья. И вот в этой вилке нам приходится, в этих ножницах нам приходится жить последние 20 лет, если мы говорим именно о полимерных трубах. А сырье импортное? Сырье на сегодня уже, если брать в Россию, что 60-65% это российское сырье. И примерно одна треть это импортное сырье. Раньше, до 2000 года, до 1998 года практически все сырье было импортное. Почти все, по крайней мере, для наборных труб. В 1998 году первый «Лукойл» освоил производство «Политлена-80», потом «Казань-Урксинтез» «Политлена-100», потом «Нижний Камс-Нефтехим» «Политлена-100». И получилось так, что сейчас 60-65%, а в сегодняшнем, я думаю, в этом году будет намного больше. Потому что спрос несколько упал, и российские материалы сейчас стали более конкурентоспособны. Я думаю, что в этом году доля достигнет 75% или даже, может быть, чуть больше на российском рынке. Но на рынке СНГ все равно это будет меньше, потому что нет производителей сырья за пределами России. Ни в Белоруссии, ни в Казахстане. К сожалению, рынок в сегодняшних условиях уже не находится в стадии активного роста. И даже во вчерашних условиях тоже уже не находился. Я имею в виду, где-то начиная с 2013 года. Но я не могу сказать, что он развитый рынок. Потому что наш рынок на сегодня и на душу населения в 3,5 раза меньше, чем в относительно благополучной Европе или Америке. На душу населения. То есть мы говорим о том, что полимерных труб потребляется на душу населения в 3,5 раза меньше, чем там, где уже все в порядке с сетями более-менее. Поэтому здесь рынок, он с одной стороны, так сказать, как бы очень дефицитный, потому что это все нужно. С другой стороны, нечем за это платить. То есть финансовые средства, которые на это выделяются, они относительно маленькие. Поэтому рынок не растет. Рынок растет, вернее так, он рос очень неплохо до кризиса 2008-2009 года. После кризиса мгновенно практически вернулся. Уже в 2010 году мы были очень близко к тому, где мы были в 2008 году. И в 2011 году мы превысили все эти объемы. Мы, я имею в виду, рынок в том числе. Не только наша компания. Но в 2012 году объем удалось удержать. А вот начиная с 2013 началось такое некоторое сползание, будем так говорить. И 2014 год в этом плане был, так сказать, не очень хороший. Тоже он практически рынок стагнировал, так сказать, особенно во второй половине. 2015 год показывает очень плохие результаты совсем. Потому что объем инвестиций уменьшается. Наш рынок связан с объемом строительства, ремонта, а строительство – это инвестиции. Если инвестиций нет, то целый блок выпадает, остается только блок ремонта. Блок ремонта зависит от поддержания населения, которые сегодня тоже, в общем, как бы в сегодняшнем рубле не очень значительны. Вот знаете, мне кажется, в России есть несколько проблем. Дороги, например. Да. Еще одна. Еще одна – это ремонт ЖКХ. Причем вот вы говорите, да, что мы недопотребляем полимерных труб. В разы. При этом вот ежегодно у нас отключают воду на профилактику. Ежегодно у нас копают, меняют. И насколько… Как вы можете профессионально объяснить эту ситуацию… Очень легко. …рыночным каким-то методом? Выгодно менять? Нет, именно потому, что недоприменяют полимерные трубы, поэтому каждый год отключают, копают и меняют. Полимерные трубы – это 50 лет гарантированной эксплуатации. И здесь нет уже никаких сомнений ни в мире, нигде. Поэтому у нас, если бы можно было сделать достаточно серьезные вложения, то дальше ничего об этом не будет. Можно я спрошу вот таким образом? То есть принято такое негласное решение помогать металлургам? Я не могу это сказать, это не так. Это, скорее, общий консерватизм. Потому что люди, многие привыкли к металлическим и бетонным и прочим трубам. Причем не только люди. Это проектировщики, это строители, это эксплуатационные организации и так далее. Они просто привыкли к тому, что у них было много-много лет подряд. И переход на… Кто уже перешел на полимерные трубы, обратно не вернется. Это точно. Но такой переход занимает время. Это же в мозгах должно произойти некоторое такое переключение. Другой вопрос, что когда есть чуть побольше денег и чуть побольше желания, конечно, это внедряется быстрее. У нас там и с деньгами, и с желанием, в общем, оставляет желать лучшего немножко ситуации. Особенно в последнее время. Давайте о других параметрах вашего бизнеса после перерыва. Вы смотрите «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Мирон Гореловский, основатель и генеральный директор группы «Пулипластик». В первой части программы мы с вами коротко разобрали некий рынок. Пришли к пониманию, что вы сказали, что в общем объеме выручки компаний большую долю занимают трубы. Это там 25 миллиардов в год. Доля средней компании на рынке от 30 до 50 процентов в России и СНГ. Что сейчас идет тенденция увеличения доли российского сырья в целом по рынку, не только у вас в компании. И что недопотребление полимерных труб в России по сравнению с Евровой в 3,5 раза. Абсолютно. Можно поговорить о том, кто сегодня основные покупатели? Насколько это большой рынок для вас? Для нас это большой рынок, потому что мы на нем работаем. Основные покупатели у нас это строители, безусловно, которые выиграли соответствующие тендера. Основные покупатели для нас это муниципальные власти, которые могут тоже или сами закупать, или промотировать закупки, давая денежные средства своим гупам, мупам, которые ведут эксплуатацию и ремонт сетей. И сами, собственно, сети. Разнообразные водоканалы, теплосети, которые могут иметь и частное, и государственное участие, и частное государственное партнерство, и всякие разные. А соотношения? То есть немножко отличаются вот эти сегменты, но если говорить об основном направлении, водоканализация, считаем, пару лет назад это было 2 трети ремонта, 1 трети нового строительства. Сейчас доля нового строительства существенно уменьшилась. Какие задачи до конца этого года и на 2016 год? Задачи серьезные. Задачи до конца этого года, это, в общем, об объемах, повторения объемов 2014 года речи не стоит, к сожалению, так сказать, объемы будут ниже. Значит, мы ведем... Насколько примерно? Существенно. Судя по всему, снижение рынка составит порядка 25-30%, может быть, 35%. Будет видно, вот сейчас самый такой пиковый период, и будет видно, хватит ли денег на этот пиковый период потребления, который продлится до октября месяца, тогда будет как бы понятно. Падение уникальное, такого падения мы видели его один раз и тот, так сказать, кратковременно, вот, в начале 2009 года, вот, но там это быстро восстановилось. Сейчас, к сожалению, мы не думаем, что это быстро восстановится, вот, и падение серьезное, конечно, вот, с нашими заводами, с нашими, так сказать, объемами нам довольно сложно, так сказать, как бы удержать эффективность. И это основная задача, что в этих вот тяжелых условиях удержать эффективность, не прекратить внедрение новых продуктов, мы постоянно внедряем новые продукты, это тоже стоит времени, денег и всего прочего. То есть, грубо говоря, так сказать, как бы в этих сложных условиях, так сказать, обеспечить нормальное положение, выживаемость компании и хорошие перспективы на 2016 год. Вот, потому что то, что мы закладываем сегодня в проекты, во все остальное, это в 2016 году должно вылиться в какие-то поставки. И, соответственно, так сказать, поддержать вот этот вот слабенький достаточно рынок, который сам сейчас, как бы, само ничего не бывает сейчас. Сейчас надо торить дорогу заранее, работая с проектировщиками, с заказчиками, объясняя, так сказать, огромный рынок еще не покрыт поликлиновыми трубами. Поэтому у нас, в принципе, есть куда двигаться, просто это движение стало сложнее. Вот это и задача на 2015-2016 год, как бы активно двигаться дальше, стараясь сохранить эффективность компании и, так сказать, стараясь, вот, ее не просто удержать, а удержать на хорошем уровне, да, для того, чтобы потом, так сказать, была возможность, когда ситуация улучшится, для, так сказать, такого вот уже хорошего роста, нормального здорового роста. В 2013 году вы вышли на европейский рынок, покупали интересующие вас предприятия. Понятно, что это некая там диверсификация, увеличение рынка сбыта. Можете сказать, вот, каковы были ваши основные задачи, как вы видели, что этот рынок должен вам дать? И, может быть, какая-то есть, скажу модное слово, синергия от двух рынков, от их взаимодействия, помимо сбыта и потребления? Смотрите, у нас, конечно, не было никакой задачи по увеличению рынка сбыта, поскольку трубы, они практически не перевозятся. Труба, это, в общем, возить трубу больше, чем на тысячу километров, это возить можно. Нет, ну там произвел, там осуществил. Да, это другой вопрос. Сема объемы растут. Объемы растут, но дело же не в объемах. Если, так сказать, какое-то слияние не преследует цели синергии, то, что вы назвали модным словом, да, то оно не должно быть произведено, потому что если предприятия могут спокойно работать с тем же, с той же эффективностью отдельно, не надо их сливать. Зачем? Вот. Только тогда, так сказать, происходит слияние предприятий, когда в результате этого слияния образуется что-то дополнительное. Вы согласитесь, что вы могли не покупать предприятия в Европе, а жить на российском рынке? Это, знаете, это как семья. Вот если вот семья, семья хорошо из двух человек, но когда появляется третий, это уже настоящая семья. Так. Поэтому, так сказать, любое вот такое вот слияние, оно требует появления какой-то синергии. Но я правильно понимаю, что в этих европейских предприятиях свой менеджмент? Конечно. Который, это же были, так понимаю, действующие предприятия. Это абсолютно действующие предприятия, это свой менеджмент, безусловно, там часть менеджмента мы поменяли, так сказать, но это свой менеджмент. Это, так сказать, как бы, это отчетность, мы там являемся там в сайте директоров, так сказать, мы можем определять какие-то глобальные вещи, но, безусловно, day-to-day это свой менеджмент со своими, так сказать, целями, задачами, планами, бюджетами и так далее и тому подобное. Который, безусловно, имеет отдельную программу синергии, которая развивается усилиями и того, и нашего менеджмента, и должна давать, так сказать, как бы, определенные бенефиты и с той, и с другой стороны. Но есть еще просто один нюанс. Смотрите, вот это вот, это мы говорили только про одну сторону медали. Есть вторая сторона медали, это наоборот, это перенесение наших технологий на европейскую почву. Это очень интересная штука. Что мы можем туда привнести? Очень много можем привнести. У нас абсолютно уникальная тепловая труба, которую мы разработали для российских условий. Именно полипластик разработал. Да, это полипластик разработал, и группа полимер-тепло, входящая в наш состав, она вот и продвигает, эксплуатирует. То, что мы говорим, тепловая, это для сетей ГВС отопление. То есть российские технологии наши, разработанные здесь, так сказать, и применяемые здесь, мы хотим продвинуть в том числе и туда. Там интересные, так сказать, свои нюансы, там свои требования, там свои стандартизации, свои подходы. Тоже нам помогает, так сказать, определенным образом и здесь думать более глобально и продвигать технологии в России и СНГ. Поэтому две стороны медали. Брать от них что-то и давать туда что-то, то, что мы сами имеем и разработали. Марина Александрович, я понимаю, что сейчас сложное для всех время, и, наверное, там какие-то покупки, расширения, повышение эффективности. Это всегда такой сложный процесс, опять же, требующий инвестиций. Но вы долгое время покупали российские предприятия, которые были в разном уровне состояния, так скажем. Было приобретение за рубежом. Как вы видите дальнейшее развитие? Ну, я бы, во-первых, сказал, что российские предприятия мы до 2012 года не приобретали вообще. Мы их только сами строили и создавали. Нечего было приобретать. Начиная с 2012 года мы поняли, что не надо на этом рынке создавать дополнительные мощности, а надо просто приобретать территориально правильно расположенных или, так сказать, имеющих интересную продукцию, вот нашу совпадающую, синергичную с нами, каких-то участников рынка. И там 2-3 завода, таким образом, мы присоединили к группе. Мы даже их не приобретали, а в ряде случаев их акционеры вошли просто акционерами в группу. То есть это такое объединение без привлечения дополнительных денежных средств, которые, в общем, всегда можно привлечь. И я думаю, что наши, так сказать, сейчас наши планы не включают в себя каких-то приобретений, но не исключены какие-то варианты типа соединения. 150 заводов-то еще есть? Есть, безусловно, но я же уже говорил, там, по пальцам одной, может быть, двух рук, во-первых. Во-вторых, совершенно не надо приобретать заводы ради того, чтобы увеличить просто объем. Это вот неправильно. Приобретать надо только тогда, когда ты имеешь какую-то конкретную синергию, когда из этого альянса может что-то родиться дополнительное. Просто увеличиваться, это только увеличивает свои собственные главные боли. Это раз. Ну, вы так смотрите, есть кто-нибудь, кто бы вам был интересен? Безусловно, есть, кто был бы нам интересен. Вот, но сейчас мы, думаю, что не будем вот так, как это называется, в тупую приобретать кого бы то ни было, так сказать, и тратить на это денежные средства кого бы то ни было. Я бы даже так сказал бы, да? Это правда, что у вас в семье есть традиция каждый пятничный ужин проводить вместе? Я бы не сказал, что это традиция, а я бы сказал, что это намерение, да? Вот, которое, в общем-то, так сказать, как бы, если мы все оказываемся в Москве, то это намерение, так сказать, вполне исполнимо. Мы стараемся пятничный ужин проводить вместе. Вот, если, вы знаете, семья у меня большая, у меня четверо детей, вот, и мы, в общем-то, так сказать, старше уже вполне взрослые, уже 25 и 23 будет, вот, но, тем не менее, в общем, мы стараемся. Я считаю, что это хорошо, когда нам удается. А какие традиции, правила, устои есть подобные в полипластике? Ну, одна из, как я считаю, наших самых серьезных традиций, это опора на людей, да? Полипластик создавался, вот, нашими коллегами по научно-исследовательскому институту, то есть это, в общем, такой слой не коммерсантов, а это слой, так сказать, скорее, там, ученых, разработчиков, там, прочее и так далее. Мы стараемся поддержать именно вот этот вот уровень, да? Мы и сейчас, так сказать, у нас больше ста человек в нашем научно-исследовательском центре, да? Это огромный центр, вот, по сегодняшним масштабам, который стоит и денег, и времени, и всего остального, но мы считаем это абсолютно необходимо для нас, не то, что необходимо, это наше кредо, да? Вот это вот одно из основных, так сказать, то, что у нас есть, это поддержание вот этого вот уровня, высокого уровня, так сказать, научного потенциала, разработок, заботы об этом научном потенциале. У нас очень много молодежи там работает, мы имеем базовую кафедру с институтом СМИДХАТЭТОС, мы им, Московский институт тонкохимической технологии, у себя, да? Мы учим студентов, мы платим стипендии, мы их вытаскиваем потом к себе, так сказать, на практику, либо уже на работу и так далее. Вот это мы считаем очень важной часть нашего бизнеса во всех направлениях, которые у нас есть. Последний вопрос к вам. Интервью кого из бизнесменов, из коллег, из партнеров вы бы с удовольствием посмотрели? Знаете, я вот, если говорить о коллегах, то мы с ними встречаемся достаточно регулярно, и, в общем, это у нас такая область не очень публичная, мало кто дает интервью в нашей области, трубной или переработки пластмассы, это такая вот, это что касается коллег или... Наукаемкая отрасль, никто не решается спрашивать. Ну, да нет, я думаю, что дело не в этом, просто она не такая громадная, она не очень, так сказать, такая видная, будем так говорить. Есть другие, есть же у нас огромные, как бы, области, которые все время на слуху. Это, наверное, правильно. Что касается... Я, наверное... Я не знаю, мне нравится, так сказать, как бы, вот интервью ведущих экономистов, которые немножко раскрывают глаза, что с их точки зрения творится, как бы, у нас, какие могут быть перспективы, да, вот, причем с разных направлений. Это не обязательно только, там, вот, экономисты, которые, там, такого либерального направления. Есть и, наоборот, консервативного направления. Интересно послушать тех и других и самому попытаться оценить, куда мы идем. Вот это, наверное, на сегодня, может быть, наиболее интересная часть, которую, так сказать, я вот, там, люблю слушать. Люблю слушать, там, Эхо Москвы, например, они собирают как раз и тех, и других, вот, другие всякие станции, так сказать, как бы, ну, это вот, как бы, чисто назвать кого-то конкретного, вот, 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 есть один гуру, нету, не знаю, для меня нет. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли, и удачи в вашем бизнесе. Спасибо огромное. Спасибо большое. Всего доброго.